В Казахстане в ближайшие два года снимут блокбастеры о Золотой Орде и Великом Шёлковом Пути. При этом выпустить отечественные кинопроизводители намерены не только полнометражки, но и многосерийки, а затем передать их в прокат по всему миру. Для этого сейчас специалисты Госцентра поддержки национального кино активно ищут инвесторов и партнёров, имеющих опыт в производстве исторических кинолент. По их словам, уже в этом месяце начнутся первые переговоры с зарубежными коллегами из соседних стран. На данный момент ведутся, кроме этого, переговоры с крупными, достаточно известными кинокомпаниями не только Голливуда, но и Турции, Азербайджана, Венгрии. Очень много направлений в историческом же кадре, которые бы хотелось экранизировать, но всему этому свой червёт, каждый свой срок созревания. В данный момент мы все свои силы, все свои усилия отправляем на создание картины о Золотой Орде. О необходимости создания новых фильмов на историческую тематику в начале года упоминал глава государства. Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы исторические сценарии. Есть много фильмов о великих событиях Америки и Европы. Теперь Netflix, HBO и другие крупные кинокомпании направляются в Азию. А у нас много важных век и событий, о которых можно снять кино. Почему? Например, не история Золотой Орды, одной из самых могущественных империй в мире. В будущем кинозвёзды должны уделить этому вопросу особое внимание. К работе над проектами о Золотой Орде и Великом Шёлковом пути планируют привлечь прежде всего знатоков летописей Великой Степи. Это историков и этнографов, ну и, конечно же, опытных литературоведов и кинодраматургов. Рассматривается и возможность участия в съёмках фильмов известных голливудских актёров. Главная задача – снять качественный, востребованный кинопродукт и рассказать всему миру о том, как жили и какими были кочевники. Наша ниша – это как раз-таки фильм о кочевом образе жизни, тем более они просто переполнены у нас яркими персонажами, начиная от Великого Тюркского гаганата, уже потом Монгольской империи, Магадистана, Казахского ханства и так далее. Через нашу территорию проходил шёлковый путь, насколько вы знаете. А громаднейший кинемографический интерес представляет эта тема. Они хотят прикоснуться сейчас и итальянцы, и россияне, и китайцы. И мы сейчас тоже международный консорциум создаём для производства быкорти. Она будет многосерийная. Специалисты индустрии подчёркивают, тем для новых сценариев множество. Как вариант фильма «Матери великого завоевателя Чингисхана» или «Хани запада страны Батыси». В целом, сквозь призму кино можно показать всему миру, насколько сильны, отважны и умны были великие кочевники, завоеватели бескрайних степей.